Ну что же, любители автомобильной эстетики и качественных машин. У нашего новгородского официального дилера в продаже наконец-то появилась лагуна-купе. Все-таки в Рено оценили российский рынок. А купешка красива, хотя в помещении ее грация скрыта. По-настоящему она засияла, когда мы выгнали ее на простор улиц. Рассмотрим со всех сторон. Хорошо. Да и вниманием автолюбителей не обижено. Стоило где остановиться, как слышались возгласы. Смотри, Ягуар! Да не, это Астон Мартин! Вау, Рено! Да, в Рено постарались, и двоих новейших купе, это Мегана Лагуна, безусловно, удача. Ну что же, начинаем знакомство. Качество, о котором постоянно говорил Карлос Гон, глава концерна Рено Ниссан, видно в новом поколении машин и невооруженным взглядом. Сажусь. Ай, как ладно скроен костюмчик. К эргономике не придерешься. Активные подголовники подобраны идеально, по всем канонам современных оценок безопасности. А само сидение? Качественная, не скользкая кожа. Отличные боковые поддержки. Электрорегулировка с памятью на три позиции. Хотя представительский класс этой машины ощущаешь еще раньше, до посадки. Тогда открываешь дверь. Она без рамки, а соответственно и стекла с доводчиками. А интерьер нам знаком по новой лагуне Hatchback. Опять-таки, качественные материалы салона, отличная сборка, все дополняет и подчеркивает статусный внешний вид. Но чтобы не сложилось впечатление, что лагуна Купе – это только несколько внешних видоизмененная лагуна 3, наш взгляд снизу. А в Рено на славу потрудились над настройками шасси. И изменений по сравнению с лагуной 3 видим мы тут немало. Усиленные передние рычаги, притом их задний сайлентблок гидравлический, это дает отличную управляемость. Помогает здесь и усиленный стабилизатор поперечной устойчивости. Шаровые опоры тоже усиленные. Разумеется, Купе потребовало и более мощных тормозов. А чтобы спортивная подвеска была и комфортной, применены двухтрубные газонаполненные амортизаторы. Увы и ах, но такую изюминку, как управляемая задняя подвеска ActiveDrive, в Россию категорически отказались поставлять. Спасибо в кавычках «дорогостроителям». Дорог, по мнению французов, у нас по-прежнему нет. Балка, которую мы и видим на российском Купе, для нас самое то. Надежность в России главнее. После такой великолепной картинки снизу, сразу захотелось на полигон попробовать все это в действии. Но не будем спешить. В этой Купехе есть многое чего еще интересного. Открываем капот. Ура! Наконец-то в Рено решились на поставку турбодизеля и какого? М9Р. А это лучшие в классе показатели по мощности, водительскому комфорту и шумности. Хотя опять в Россию привезли только младшенького, двухлитрового, 150-сильного. Ну да ладно, нам и этого хватит. А связь с колесами обеспечивает автоматическая трансмиссия, которая может работать и в секвентальном, ручном режиме. Вот теперь поехали! А хорошие манеры чувствуешь сразу. Подвеска плотная, спортивная, но при этом по-своему комфортна. Работа ее приятна на кочках без бухания, и это несмотря на низкопрофильные 17-дюймовые шины. Да и автомат в городе ведет себя молодцом. Переключения незаметны, а как вовремя включает пониженную при подъезде к светофору, и подтормаживает двигателем. Такие хорошие манеры на автоматах редки. Тормозные колодки и диски эта трансмиссия явно сбережет. Ну а двигатель? Это просто песня. 200 с лишним ньютонов момента уже притрога не с места, а на максимальные 340 мотор выходит уже на 2000 оборотах коленвала. Притом эту песню с характерным дизельным звуком слышно только при разгонах. Шумоизоляция хороша. А если топнуть на газ порезче? Здесь автоматы всегда тупят и задумываются. Хм, этот поехал сразу, но с линцой неторопливо, и лишь спустя секунду-полторы вдруг пульнул как камень из рогатки. Ну вот, и настал сей час. Пожалуй, одна из самых точных проверок на способность и возможности машины в плане управляемости. Лосиный тест. 60 км в час – это, конечно, не скорость для этого купе, но так, для пристрелки. Это, пожалуй, больше необходимо мне. Претензий нет. 70 км в час. 80 км в час. 90 км в час. Эээ, нет. На сегодня хватит. Оставим это интригой для следующего раза. А сейчас подведем итоги. Рено Лагуна Купе получилось на славу. Качественный автомобиль. И это чувствуется во всем. И в ездовых повадках, и в материалах отделки. Более того, если Купе считается машиной для эгоистов, то есть для семейной эксплуатации малоподходящей, то Лагуна ломает этот стереотип. Тут и приличный багажник. 423 литра. Эх, сервопривод в такой машине напрашивается. А качество материалов благородно и здесь. А какая приятная и легкая трансформация салона, знакомая нам по колес. Сидеть на заднем сидении в Купе? Увольте! Голова в крышу, коленки в уши? Что скажешь, Лагуна? Ну вот, ломает стереотипы отец на Купе эта машина. Конечно, не седан, но вполне. Оснащение автомобиля тоже заслуживает похвалы. Что-то добавлять и не хочется. Светодиодные задние фонари, эллиптические биксеноновые фары, которые освещают не только дорогу, но и обочину, плюс дневной свет. Но это мы не попробовали лето все-таки. А вот датчик дождя настроен по-иному, более чувствительно, чем у вторых Лагуны и Мегана. Круиз-контроль работает в двух режимах. Непосредственно как круиз и как ограничитель скорости. Это очень удобно, скажем, в городе. Выставил 60 км в час и будешь невероятно дисциплинированным водителем. Актуально для этой машины, которая хочет ездить быстрее. Даже несмотря на отсутствие в российской версии задней подвески Active Drive, пишет повороты Лагуна стабильно.